Всем хай, вы на канале NoCube, и добро пожаловать в моё новое видео по модам на Майнкрафт. Сегодня мы посмотрим небольшую, но просто крутейшую и выполненную в стилистике ванильного Майнкрафта модификацию на тему нежити, а также магии. Я уверен, что многим из вас, мои дорогие зрители, этот мод наверняка придётся по душе. А перед просмотром сегодняшнего ролика, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарии, это очень важно и поддерживает меня в создании новых роликов по модам на Майн. А мы не теряем ни секунды и переходим к обзору мода Undead Expansion. Погнали! И давайте начнём с рассмотрения новых монстров, первым из которых является Гуль. Этот новый вид нежити будет неспешно прогуливаться вокруг, а появляется в биоме пустыни или мезы довольно редко. Гули во многом похожи на кадавров, и наступление дня никакого вреда им не причинит, они спокойно будут гулять под лучами солнца. Несмотря на, казалось бы, небольшой запас здоровья, Гули довольно быстрые и манёвренные твари и с лёгкостью догонят свою цель, а при ударе накладывают эффект слабости на достаточно длительное время, которое в бою может сыграть серьёзную роль, потому что вы будете наносить очень мало урона по этим Гулям, а они, по-моему, довольно много. Убежать от них, пожалуй, будет также настоящей проблемой, потому что они намного быстрее, чем стандартная майнкрафтовская нежить. Но если вам таки удастся пережить встречу с этим чудовищем, то при смерти он дропнет кости, а также гнилую плоть. Гуль считается нежитью, поэтому на него работает зачарование небесная кара. Но при этом лечебные зелья урона Гулю наносить вообще никакого не будут. Хотя при этом зельем вреда его спокойно можно будет вылечить. Следующим действительно жутким чудовищем является призрак, который может появляться практически во всех биомах в темноте. С большой вероятностью появления призрака вы вообще не будете ожидать, он откуда-то резко появится из темноты, а также будет наносить вам очень много урона, создавая новые частицы. Эти частицы также будут появляться и когда сам призрак получает урон или умирает. Также если призрак внезапно застал вас врасплох, то в таком случае проиграется один из страшных стандартных майновских звуков, которые изредка проигрываются самостоятельно в пещерах. Помимо просто нанесения урона, призрак также ослепляет и ослабляет свою жертву, накладывая эффект страха. Это новый эффект из мода. Кстати, этот же эффект на вас теперь будет накладывать ванильный эндермен, который заагрится, а также сможет нанести вам урон. Поэтому битва с ними станет намного сложнее. Но вернемся к призракам. Они также считаются нежитью и не будут получать урона от лечебных зелий, так же как и гули. При этом зачарование небесной кары на них более чем отлично работает и с легкостью их выносит. Основным дропом с призрака при смерти служит призрачный покров, но изредка может выпасть еще одна вещь. Она называется душа и имеет довольно прикольную анимацию. Призрачный покров служит одним из четырех компонентов для создания очень мощных слитков из этого мода, а также душа может быть использована для крафта песка душ при соединении с обычным песком. Также у этого предмета есть еще более крутое применение, попозже мы про него тоже поговорим. У призраков существует еще одна интересная особенность. Если очень долго их не трогать, то они могут стать полностью невидимыми и даже не будут создавать никаких частиц. Нападение такого полностью невидимого призрака будет очень непредсказуемым и может действительно вас сильно напугать. Если вы играете с модом на показ здоровья, то в таком случае можете увидеть где он находится, а нанеся урон ему вы сделаете его видимым. Спустя некоторое время он снова перейдет в режим невидимости, поэтому призраков старайтесь убивать как можно быстрее, как только их заметите. А если такие неожиданные нападения вас не устраивают, обзаведитесь предметом под названием Око Откровение. Для его крафта требуется серебро, Око Края, а также один слиток, который я показывал ранее. Использовав такой предмет на правую кнопку мыши, вы получите новый баф под названием Чувство Опасности, а также все призраки вокруг будут подсвечены. Сам эффект накладывается на вас на 45 секунд, и ровно столько же времени будет в откате ваш предмет, который вы использовали, поэтому только примерно через минуту вы сможете снова его применить. Последнее, что стоит знать о них, призраки полностью исчезают с наступлением дня, поэтому если в мире вдруг взойдет солнце, то все призраки испарятся с вот такой анимацией. Если же вы находитесь в Незере в долине Пескодуш, то такого не происходит. В аду нету времени дня или ночи, и призраки там могут появляться постоянно. Кстати говоря о Незере, именно здесь появляется третий и последний моб из этого мода, его зовут Демон. Помимо крутейшего внешнего вида с вот такими топовыми рогами, за спиной у него красуются маленькие крылышки, которые недостаточно большие, чтобы позволять Демону летать. Такой монстр обладает просто огромнейшим запасом здоровья, а еще иногда при получении урона будет создавать частицы огня. Выжить без хорошей экипировки при встрече с этим монстром очень сложно, он хоть и медленный, но довольно больно дамажит, а также может накладывать на вас эффект страха и поджигать одновременно, из-за чего ваши шансы на выживание еще сильнее сокращаются. В отличие от двух предыдущих мобов, Демоны не считаются нежитью, и им наплевать на небесную кару. А также они вполне комфортно чувствуют себя, когда купаются, например, в раскаленной лаве. Но несмотря на свое огненное начало, в обычном мире они вполне комфортно себя чувствуют, так же как и в воде, им вообще никакого урона от этого не наносится. Если вам удастся победить демона, то в таком случае получите новый предмет. Это парочка демонических рогов. И следом, после изучения новых мобов, давайте направимся в пещеры и посмотрим, что там нового генерируется. И начнем мы с серебряной руды, которая представлена довольно стандартным блоком. Для ее добычи вам потребуется как минимум железная кирка, в таком случае блок будет выпадать вам целиком. Как и большинство стандартных металлов, такую руду вам потребуется переплавить в печке, и в таком случае вы получите слиток, из которого по стандартным для майна рецептам вы можете создавать полный набор брони, а также инструментов. Блок серебра можно использовать как декорацию или для компактного хранения слитков. А весь комплект снаряжения выглядит следующим образом, и по характеристикам что-то среднее между железными и алмазными инструментами с ваниллой. По уровню добычи серебряная кирка, как обычная железная, а у меча и топора есть уникальный бонус. Если вы будете атаковать абсолютно любую нежить, то будете наносить по ней больше урона, поэтому эти предметы как бы имеют встроенное зачарование небесной кары. Также слиток серебра участвует и в трех более уникальных применениях, для создания слитка теневой стали, также ока откровения и, конечно же, некроманского стола. В крафте помимо серебра из новых компонентов, здесь еще используется гримстоун, а также темный кристалл. Гримстоун, по факту, здесь является новой породой камня, которая спавнится подобно граниту или диориту, только на самых нижних слоях мира, ближе к бедроку. Он является довольно нетвердым блоком и может быть с легкостью добыт какой-нибудь обычной киркой, а еще иногда в гримстоуне бывают вот такие кристальные разломы, в которых появляются просто красивейшие кристаллы, чем-то напоминающие аметисты из 1.17. Сами кристаллы вы можете добывать при помощи кирки, и они будут дропаться в виде вот таких осколков, которые являются темными кристаллами, используемыми для крафта. Помимо самих кристаллов, здесь вы еще можете найти темно-кристальную руду, ее также можно будет добывать при помощи кирки, и вы получите еще больше таких осколков. Темные кристаллы, кстати, вы можете размещать где-нибудь на полу, и они будут создавать красивые частицы и светиться. А блоки гримстоуна послужат хорошим строительным материалом для крутейшего средневекового замка. Из него вы можете создавать полированные блоки, кирпичи, далее резные разновидности этого блока, а также колонны по всем стандартным для Майнкрафта рецептам. Ну и конечно же, сейчас, когда мы собрали все необходимые компоненты, давайте создадим стол Некроманта. И когда мы его разместим, мы заметим, что здесь появляется еще вот такой миниатюрный красивый череп, который очень круто дополняет образ этого блока. Для того, чтобы воспользоваться таким столом, нам потребуются души, выпадающие из призраков, а также различные компоненты, связанные с мобами с ванильного Майнкрафта. Для использования стола Некроманта, в центр положите душу, а вокруг в 4 пустых слота положите соответствующие компоненты, например, это 4 паучек глаза. После нажатия на ОК, душа как бы впитает компоненты, которые ее окружали, и теперь это не душа, а эссенция паука. Абсолютно по аналогии, мы можем создать эссенцию зомби с использованием гнилой плоти. 4 эндерперла потребуются для создания эссенции эндермена. Эссенция скелета делается из 4 костей, а также существует эссенция визор скелета, она крафтится соответственно из визор костей. Только что мы создали 5 различных эссенций мобов, но для чего же они нам нужны? Сейчас мы это и узнаем. Направимся в пещеры, где мы наткнемся на сокровищницу со спавнером мобов, обезвредим его, а далее если сломаем, то в таком случае нам выпадет осколок спавнера, который является новым предметом из этого мода. Мы собрали всего один осколок, но нам потребуется еще 3 таких для того, чтобы скрафтить собственный пустой спавнер. Зафармив такой блок, мы можем размещать его просто как декоративную клетку в какой-нибудь постройке, а потому что сейчас этот спавнер полностью бесполезен. Но зато если мы возьмем эссенцию, то на правую кнопку мыши мы можем вложить ее в нерабочий спавнер, после чего он активируется и будет спавнить тех мобов, к которым относилась эссенция. Понятное дело, распространяется это не только на пауков, но и на все остальные эссенции. Например, можно сделать спавнер скелета, зомби, эндермена или же визор скелета. И для тех, кто любит создавать свои собственные фермы мобов, это нововведение явно будет очень полезным. А далее мы наконец-то разберем теневую сталь. Что же это за такой мощный материал? Для крафта требуется серебро, темный кристалл, дроп с демона, а также дроп с призрака, и вы получите всего лишь один такой слиток. Из него, как вы помните, можно создать око откровения. А также на столе кузнеца использовать для улучшения любых элементов алмазного снаряжения. Полученный набор доспехов имеет высокие характеристики, сравнимые с Незеритом, а при надевании вы увидите, что еще и имеет очень крутую 3D-модель с вот такими рожками. При ношении полного комплекта эффект страха на вас больше не действует, зато если вы сами получаете урон, то в таком случае на вас накладывается баф под названием Теневая Ярость. Он дает вам силу, а также скорость, из-за чего вы с легкостью убьете противников. Инструменты из набора очень быстро копают соответствующие им блоки. А меч и топор по сути уникальны, ведь когда вы кого-то атакуете, то на вас также может наложиться Теневая Ярость, из-за чего убийство последующих врагов будет просто невероятно легким. Эффект сопровождается не только крутейшими частицами, но и просто невероятно приятными звуками грохота костей, когда ваш противник погибает от атак в ближнем бою. Кстати говоря о костях. В моде Undead Expansion появляются еще два вида костей. Если обычные падают со стандартного скелета, то ледяные кости падают при смерти Зимогора, а кости визора падают соответственно с визорских скелетов. Из каждой такой кости у игрока есть возможность сделать стильные костяные масочки, а также целый набор оружия и инструментов соответствующего типа. Для крафта костяных вещей вам потребуется выкладывать следующие рецепты на верстаке. У маски он уникальный, а у остальных предметов, как у стандартных инструментов с майна. По характеристикам они средние между каменными и железными, а у маски есть уникальный бонус. При нанесении урона в ближнем бою на противника с шансом накладывается эффект страха. Чтобы скрафтить вещи из ледяного набора костяных вещей, вам потребуется взять любую обычную костяную вещь и обложить ее костями, выпадающими с Зимогора, в количестве четырех штук. Инструменты из такого комплекта совершенно не уникальные, и по характеристикам ни капли не лучше. А при ношении замороженной маски вместо эффекта страха вы можете замедлить и ослабить врага при нанесении урона. Ледяной меч обладает тем же самым бонусом. Снаряжение из визор костей абсолютно аналогично имеет крафты, но вот у него уже характеристики намного лучше, а по статам эти вещи как железные. Маска будет визуально хорошо сочетаться с назеритовым комплектом, а при атаке может наложить эффект ссушения и страха на противника. Абсолютно таким же эффектом обладает меч из кости из сушителя. И в заключении сегодняшнего ролика покажу две вещи, которые на данный момент никак не используются и добавлены для последующих обновлений мода. Первая это ловушка с шипами, новый блок, который имеет вот такой внешний вид. Если встать на него, то высунуться шипы. Работает такая ловушка не только на игрока, но и на любых мобов, которые на неё встают. И кстати, она довольно больно дамажит, по целому сердцу. Вполне вероятно, что разработчики планируют какой-то новый данж в виде подземного замка из вот этих блоков гримстоуна. Именно там и будут появляться такие ловушки, но это лишь моя теория. Вторая же неиспользуемая вещь это меч-клык, который выглядит следующим образом. По урону он на данный момент как алмазный меч, и такую же имеет скорость. А когда вы кого-то атакуете им, то с шансом он может вызвать клыки Эвокера, которые нанесут дополнительный урон по цели. Ну и в принципе вот такой у нас получился сегодня обзор мода The Undead Expansion. Я надеюсь, что этот мод, как и мой сегодняшний видеоролик, вам понравился. Если это так, как всегда, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Это очень сильно помогает продвижению ролика, а также моего канала. Так или иначе, как всегда, всем огромнейшее спасибо за просмотр этого видео, и увидимся в следующем видосике по модам на Майн. Всем удачи, всем пока!